Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 18 том, вопрос 3267. Как быстро и доступно объяснить Ивановцам, что их учитель антихрист? Ответ. Возьмите их руководство, детку, и разберите хотя бы вот эти два пункта и сравните с Библией и с тем, что дали нам святые отцы церкви. Детка, 4 пункт. Именно в это время нужно обходиться без пищи и воды. И он бы никогда не ответил, считая, что взял произвольно это время. И никто из приверженцев вряд ли слыхал про эти спасительные правила. И на таком вопросе мы можем увидеть, что знания его были не просто мизерны и ничтожны, но не было никаких. Но тут он совершенно точно бил в каноны церкви, о которых даже и не слышал никогда. То есть не сам это делал, а дьявол, вошедший у него при озарении на бугре. Апостольское правило номер 64. Если кто из клира будет усмотрен постящимся в день Господень или в субботу, за единственным исключением Великой Субботы, да будет извержен. Если же это будет мирянин, да будет отлучен. Гангарский собор 340 года. Правило 18. Если кто ради мнимого подвижничества постится в день Воскресный, да будет под клятвую проклят. Притом Паршик дает указание с точностью до одного часа с 18 часов пятницы, что это соответствует еврейскому времени начала нового дня. Этим правилом пользуется церковь в возгласнослужебном цикле, уже в субботу читая воскресные евангельские события о воскресении Христа. К 12 часам воскресения заканчивается литургия. И в нарушении заповеди о посте нет заслуги, как лжет бесноватый. Детка, шестой пункт. Люби окружающую тебя природу. Не плюсь вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому, и это твое здоровье. Человек бывает больным, и что же он должен глотать свой гной, не сплевывая подходящее место? О плюновении Библия говорит, какую роль играет иногда сплюнутая слюна. Число 12-14. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. Марка 7, 33. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и плюнул, коснулся языка его. Марка 8, 23. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видят ли что? Иоанна 9, 6. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Плевок вошел в поговорку. Да плюнь ты на это дело и успокойся. Серахова 29, 14. Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет, то и другое выходит из уст твоих. Плюновение может нести себе признак презрения, и это не запрещено законом, но одобряется. И этим тысячи лет пользовались миллионы людей, не считали слюни своим здоровьем. Левит, 15, 8. Если имеющий стечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и не чист будет до вечера. Второзаконие 25, 9. Купание в холодной воде, обливание, купание в снегу было всегда у русских. Когда парили в жаркой бане. Здесь ничего нового абсолютно Иванов не принес. И ради призрачного оздоровления на краткое время люди продали душу дьяволу. Святые отцы советуют, что если бы тело разваливалось на куски от болезни, то и тогда, не по мысли, ради семиминутного здоровья обратиться к волшебнику. Сираха, 18, 26. Живой и здоровый восхвалит Господа.